Значит, была такая задача доказать, что равносильное утверждение а меньше b, а принадлежит b, и а под множество b, где а и b принадлежат омега. То есть а и b натуральные числа. На самом деле, это утверждение является частным случаем утверждения, где а и b это трансфинитные числа. Для трансфинитных чисел мы это будем доказывать при помощи трансфинитной индукции. Но для того, чтобы подойти к этому, чтобы принцип был понятен, я предложил доказать это при помощи обычной индукции. Ну там более-менее справились, но давайте, что у нас является базой? Наименьшим числом, большим а, натуральным, является а плюс 1. И, естественно, а принадлежит а плюс 1, потому что а является под множеством а плюс 1, равное а сумма синглитона от а. Это у нас база. Значит, что у нас является шагом индукции? Если, второй шаг, если а принадлежит b, следовательно, а принадлежит b плюс 1. Ну или это же можно записать на знак строгого подножества, равное b в сумму подножества b. Значит, это у нас шаг. Итак, мы доказали, что насколько бы b не был больше а, как натуральное число, из а меньше b следуют две вещи, что а принадлежит b и а является строгим подножеством b. Вот. Но на самом деле нам еще надо в обратную сторону доказать. Вот. В обратную сторону. Так, это прямая сторона, это у нас обратная сторона. Пусть а принадлежит b. Тогда вообще возможно для натуральных чисел, как мы знаем, мы просто исходим из того, что мы знаем про натуральные числа, да? Либо а меньше b, либо а равняется lb, либо b меньше а. В первом случае окей, потому что у нас получается, из этого следует сразу же, что а принадлежит b. Ну, собственно, из этого мы и исходили. Во втором случае у нас получается не окей, то есть второй случай не может иметь места, потому что здесь у нас получается а принадлежит а, что нарушает у нас фундированность. Вот. И третий случай тоже места не имеет, поскольку у нас имеется b принадлежит а, и а принадлежит b по изначальному предположению. Предположим, что а принадлежит b, и смотрим, с каким из вариантов относительно натуральных чисел это совместно утверждение. Вот. Из трех возможных вариантов оно совместно только с первым. Аналогичным образом, если мы заменим здесь на строгое подножство, тут даже и аксиомофундирование не потребуется, поскольку строгое подножство означает а не равно а, здесь будет а строгое подножство а, вот, что не может быть. Ну, здесь b подножство а и а подножство b, значит а равно b, а мы предположили, что а не равно b, поскольку а принадлежит b. Вот. То есть аналогичным образом эта задача решается для значка строгое подмножество. Теперь вторая задачка. На самом деле мы все должны очень хорошо уяснить, что натуральное число из себя представляет множество всех предшествующих ему натуральных чисел. И это частный случай, трансфинитное число тоже из себя представляет. Да, конечно. Пожалуйста. Вот вариантики, смотрите. Значит, что натуральное число является собой множество всех чисел, строго меньших его самого. То есть тройка это множество 0,1,2. Четверка это множество 0,1,2,3. Вот. Значит, теперь если у нас имеется два натуральных числа m и n, то тогда максимум из них это будет m сумма n и минимум это будет m пересечения n. Это если пара, да? Потому что мы знаем теперь, что m под множество n это эквивалентно тому, что m меньше либо равно n. Мы это увидели. По индукции доказали. Вот. И как бы вот из этого фундаментального свойства в частности следует вот это вот. То есть, если нам надо найти максимум из двух чисел, надо их объединить. Если надо найти минимальный из двух чисел, надо построить пересечение. Задачка номер два, она была про то, а что если у нас множество натуральных чисел произвольное? Может быть конечное, может быть бесконечное, да? И вот у нас имеется, пусть a является неким под множеством оммига, и для любого u, u принадлежит a, следовательно существует v, v принадлежит a, и u есть под множество v. Здесь можно написать строгое под множество, можно написать знак принадлежности, это есть одно и то же. То есть, это говорит нам о том, что у нас есть некое неограниченное сверху множество натуральных чисел. Вот, например, множество четных чисел и множество простых чисел. Это все под множество натуральных чисел, неограниченных сверху. Если мы нашли какое-то простое число большое, мы с вами прекрасно знаем, что мы можем найти, перемножив все предыдущие, добавив единичку, еще одно простое число, которое будет больше этого. То есть это получается у нас множество никак сверху не ограничено. И нам надо доказать, что сумма А, я это распишу, значит, Т таких, что существует У, У принадлежит А и Т принадлежит У, являет собой умигу, то есть множество натуральных чисел всех. То есть если мы возьмем, допустим, множество простых чисел среди натуральных, возьмем его сумму, сумму в смысле вот этой вот, то мы получаем множество всех натуральных чисел. Что это значит? Почему это так на таком интуитивном уровне? Ну потому что каждое число, сколь угодно большое, оно же в себе содержит все натуральные числа, все натуральные числа меньше его. Поэтому если у нас даже есть дырки вот в этом вот ряду, может быть очень большие дырки, мы можем взять множество факториалов, допустим, натуральных чисел. В нем большие пространства, но если мы взяли какой-то факториал большого числа, то его элементы, они содержат в себе элементы всех, ну все натуральные числа меньше данного. И соответственно из этого мы и исходим. Значит сумма такого неограниченного сверху А будет равняться омеге, то есть некой верхней границе. Да, кстати, если бы верхняя граница была у нас, то тогда сумма А у нас задавала бы верхнюю, как раз таки наибольшее число. Это тоже, это понятно, да? Потому что если оно есть, наибольшее, то как бы все его элементы, они входят в сумму А, но и элементы чисел, которые меньше его, они тоже входят в эти элементы. Вот, поэтому получается, что сумма у нас продолжает действовать как такой инструмент для поиска максимума. Но если максимума нет, то максимумом оказывается омега. И это очень важный вывод, поскольку омега, как мы скоро увидим, это первое трансфинитное число. То есть первое число, которое является трансфинитным, но оно больше любого натурального. И это как бы получается такой супремум нашего множества. Вот, то есть на самом деле сумма, она находит у нас супремум, всегда и везде. И вот сейчас мы его ищем для натуральных чисел. Но чтобы доказать, что какое-то число равно омеге, нам надо доказать, что оно прогрессивное, а что оно является подножством омеги. Так? Вот, значит, ну, во-первых, для любого Т, Т принадлежит сумме А, следовательно, Т принадлежит омеге. Почему? Потому что Т, как мы видим вот из этой вот формулы, является элементом натурального числа. Элементом натурального числа является всегда натуральное число по построению натуральных чисел. Следовательно, Т может являться только элементом множества. Ну, то есть, потому что Т, потому что Т принадлежит У, а У принадлежит омеге. Вот. То есть, элемент натурального числа это натуральное число, соответственно, сумма А, она состоит только из натуральных чисел. Из этого мы исследуем вывод, что сумма А является подмножеством омеги. Второй пункт. Пустое множество принадлежит сумме А. Почему? Потому что, если в нашем А содержится хотя бы один элемент, а он обязательно содержится, потому что мы говорим, что как бы есть любой большее, но оно не ограничено сверху. Вот. Значит. А вообще нет. Постановка была не очень правильная. Отсюда-то не следует, что она не пустая. Надо было в задаче написать, что она не пустая явным образом. Но это подразумевалось. Значит, если в нашем А содержится хотя бы один элемент, то пустое множество принадлежит этому элементу. Да? Значит, ну, допустим, содержится единичка. Да? Она состоит из нуля и единички. Да? Содержится двойка. 0, 1, 2. То есть, пустое множество, как ноль, оно принадлежит любому непустому элементу А. Конечно, она не принадлежит нулю. Да? Но множество-то у нас не ограниченное. Если у нас содержится ноль, то у нас содержится что-то и больше нуля. Вот. Вот эти рассуждения, они на самом деле очень простые. Видите, я их быстро здесь проговариваю. Но там хотя бы пунктирно их тоже в голове следовало бы прописать. То есть, вот это вот утверждение, что пустое множество принадлежит сумме А, оно следует из того, что в А содержится хотя бы один непустой элемент. А коль-сколь он содержится, значит, в нем есть пустое множество, значит, пустое множество принадлежит сумме А. И второй момент, вернее, это уже третий момент. Если n принадлежит сумме А, то из этого следует, что n плюс 1 принадлежит сумме А. Почему? Значит, если А содержит число У, значит, если У принадлежит А, значит, n принадлежит У. Вообще существует ведь, если у нас n принадлежит сумме А, значит, у нас существует У, принадлежащее А, такое, что n принадлежит У. то существует В, В принадлежит А, и В строго больше, чем У. Правильно? Если оно строго больше, чем У, значит, оно хотя бы на единицу больше, чем У. Но из этого следует, если оно хотя бы на единицу больше, чем У, из этого следует, что n плюс 1 принадлежит В, уже другому В, которое содержится в А. Если n принадлежит У, то n плюс 1 уже будет принадлежать В, которое всегда существует, которое всегда больше, чем А. А раз оно существует и больше, чем А, значит, оно больше него хотя бы на единицу. Значит, уж n плюс 1 точно обязательно чему-нибудь допринадлежит. Таким образом, мы показали, что сумма А, во-первых, является подмножеством Омеги, во-вторых, мы доказали, что пустое множество принадлежит сумме А, в-третьих, мы доказали, что если элемент n принадлежит сумме А, то элемент n плюс 1 обязан принадлежать сумме А. Из этого следует, что сумма А равняется... Нет, не пустому множеству, она равняется Омеги. Значит, еще раз, а это подможество Омеги, да? Значит, если у нас n принадлежит сумме А, это значит, что существует какой-то У в А, что n принадлежит У. Это из определения следует. Значит, У мы как-то зафиксировали. Значит, второй момент. Если у нас имеется У в А, то по определению самого А, по построению А, существует В в А, который строго больше, чем У. Что такое В строго больше, чем У? Это значит, что он хотя бы на единицу больше, чем У. Значит, он будет на двойку больше, чем У. Прекрасно, он будет хоть на миллион больше, чем У. Значит, но если В равняется У плюс 100, допустим, то тогда У плюс единица принадлежит В. Вот это вам понятно? Почему? Потому что У, если я представлю, 0, 1, 2, 3, там, значит, У минус единица, как натуральное число. А В равное У плюс 100, чему будет равно? У, У плюс 1, У плюс 2, У плюс 3, У плюс 99. И У плюс единица там явно будет, в этом числе. То есть, как бы, задача это на глубокое понимание того, что из себя представляет натуральное число по фон Нейману. Вот. На самом деле, это уже на понимание того, что из себя представляет трансфенитное число. Видите, ничего сложного нет, но как бы это просто надо объять как-то, один раз понять. А у нас, если Н принадлежит У, то Н плюс 1 принадлежит У плюс 1? Ну да, конечно, да. Вот. Если Н принадлежит У, значит, и причем это очень важно, что У плюс 1, потому что мы контрпример, да, можем представить число 3, себя что представляет? 0, 1, 2, да? 2 принадлежит 3, но 3 не принадлежит 3, не только по акционе фундирования, но и потому что 3 себя представляет, да? А что себя 3 плюс 1 представляет? 0, 1, 2, 3, да? Видите? И уже мы видим, что 3 принадлежит 3 плюс 1. Вот. То есть это очень такие элементарные представления, но их надо очень хорошо усвоить. Почему я дал эти задачи? Потому что дальше мы будем говорить про трансфенитные числа. А трансфенитные числа, это посложнее будет натуральных чисел, но принцип абсолютно тот же самый. Вложено вот так вот. Вот это истина. Не стоит путать вот с этим. Строгим. Да, строгой вложности нет, а значит не строгая есть. Вот. Теперь. Задача про пересечение. В какой-то степени она сложнее, в какой-то степени она и проще. Ну, в другом варианте, который была. Значит, задача про пересечение, она была такая. Да, у нас имеется множество, опять же, неправильно там, что я не сделал оговорку, что не пустое множество. А вот, натуральных чисел. И мы говорим, что пересечение А, это у нас равное множеству Т, таких, что для любого Х, Х принадлежит А, следовательно, Т принадлежит Х, значит, есть наименьший элемент в А, наименьший, как натуральное число. Опять же, если у нас элементов 2, то из того, что вот из этого свойства А меньше либо равно Б, это эквивалентно тому, что А является подножеством Б, из этого сразу следует, что минимум А, Б равняется А, пересечение с Б. Вот. Но как быть тут? Тут у нас произвольное подножество. И если у нас произвольное подножество, и очень непонятно, за что зацепиться, но так как мы находимся на твердой почве натуральных чисел, то мы можем применить индукцию. Ну вот, я бы доказывал, может, ее как-то иначе можно решить, но я бы доказывал индукции. Значит, я это попытки какие-то где-то видел, но, в общем, я... Пусть пустое множество наименьший элемент. В А. Тогда пересечение А равняется пустому множеству, поскольку нет таких элементов, которые бы входили во все элементы А. Если пустое множество является наименьшим элементом А, то есть пустое множество принадлежит А, правильно, оно является элементом А, оно является наименьшим, ничего меньше пустого множества нет, и пересечение А автоматом будет являться пустым множеством, потому что элементов, которые входили бы одновременно во все элементы А, просто не существует, потому что есть пустое множество, а в него не входит ничто. Соответственно, пересечение А равняется пустому множеству. Ну, пустое множество равно пустому множеству, он же и наименьший. Это база индукции. Вот, теперь пусть Н наименьший в А, значит, и пересечение А равняется Н. Да, если мы уберем Н и добавим, ну, сделаем такую вещь, А' равное А вычесть элемент Н и добавить элемент Н плюс единица, то тогда наименьшим элементом в А будет уже Н плюс единица. Так ведь? Вот, значит, ну, если вот здесь вот у нас ноль, тут какие-то, какой-то Н, то, вот он является наименьшим, вот пересечение, значит, нет, пересечение для случая А, оно вот, оно содержит в себе все элементы, меньшие Н. Теперь мы выкидываем из А Н и добавляем элемент Н плюс единица. Значит, что получается у нас с пересечением А'? Пересечение А' это у нас получается пересечение А, сумма, значит, сумма пересечения А. Почему? Потому что Н, я напоминаю, сам по себе равен пересечению А, ну, как элемент, да? То есть, мы взяли все вот эти элементики, меньшие Н, вот они, и добавили туда, добавили туда один элемент, который является пересечением А, то есть, сам Н, сам Н, поскольку он теперь будет входить во все элементы А. Мы Н выкинули, Н плюс 1 добавили. Вот. Там где-то еще, где-то какие-то большие элементы. Нам не важно, сколь они большие, нам, нас интересует только то, что входит во все эти элементы. Вот. И получается, что это будет у нас пересечение А плюс единица, и это у нас получается Н плюс единица, что и требовалось доказать. То есть, это рассуждение получается просто самой обыкновенной арифметической индукцией. То есть, если у нас наименьшим ВА является пустое множество, мы доказали, что пересечение А есть пустое множество, есть наименьшее. База. Потом, предположим, что мы доказали это утверждение для случая, когда наименьшим является Н. Рассмотрим случай, когда наименьшим является Н плюс 1. Построить такой случай мы можем, выкинув Н и добавив Н плюс 1 множество. Мы увидим, что тогда пересечением всех элементов будет то, что мы раньше уже построили, плюс само Н, поскольку оно входит в Н плюс 1 и во все те, которые больше, чем Н плюс 1. Записав вот эту формулу явным видом, мы видим, что это есть пересечение А плюс 1 или тот же самый Н плюс 1. Довольно элементарное индукционное рассуждение. То есть, мы по индукции видим, извините, значит, мы по индукции видим, что у нас вот это действительно имеет место. И это будет действительно иметь место не только для натуральных, но и для трансфинитных чисел. Просто рассуждения с трансфинитными числами, они требуют трансфинитной индукции. И, наконец, третья задача. Третья задача на самом деле самая важная для вас сейчас. Поскольку вот в вашей практике, которая у вас будет, у вас не будет там не знаю, каких-то рассуждений про натуральные числа, больших таких. вот в прикладном виде использования аппарата родов структур бурбаки вы будете заниматься примерно тем, чем вы занимаетесь третьей задачей. вот, по сути дела, это была ваша первая такая попытка построить сложный терм. Она у всех провалилась, но это ничего страшного, значит, будут еще попытки, и вы разберетесь, как с этим делать. то есть эта задача не требует понимания структуры натуральных чисел вообще. Она не на свойства натуральных чисел, она на умение выразить в формуле нечто новое из того, что у вас есть. Значит, а что у нас есть? Вот мы построили на позапрошлом занятии, мы построили такую штучку. P принадлежит омега на омега на омега, значит, обладающее свойством таким, что AB равняется C, эквивалентно тому, что ABC принадлежит P. То есть мы при помощи рекурсии построили множество, мы построили таблицу умножения при помощи рекурсии. Теперь был вопрос, значит, каким образом использовать таблицу умножения, вот этот вот терм, можно построить термы для нод и ног наибольше общеделительное и меньше общекратное. На самом деле никакой новой рекурсии вводить не надо. Это вводится сразу, без рекурсии. Никаких свойств использовать не надо, кроме тех, которые элементарны, которые мы уже знаем. Значит, сначала мы построим, ну, если про кратное говорить, да, Ж' равное ABC принадлежит омега на омега на омега. Значит, обратите внимание, я всегда пишу, когда вот такие штуки делаю, и уж как бы у вас в ближайшем будущем вот это всегда с этим будет следить там, экстиор или бурбокизатор, значит, обязательно должны быть ограниченные свертки. То есть, что это за ABC? Вот. Это элементы натуральных чисел. И смотрим. Существует U, принадлежащее омеге, существует V, принадлежащее омеге. Такое, что A, U, C принадлежит P, и A, V, C принадлежит P. Окей? Окей. То есть, C является общим кратным A и B. Потому что существуют некие U и существует некий V, такой, что A помножить на U равняется C, и A помножить на V равняется C. Значит, а теперь нам надо найти наименьшее общее кратное. И вот мы это записываем. G равняется опять же ABC принадлежит омеге на омеге на омеге. Это существенный момент. Обязательно надо это прописать. Дальше. Так как у нас C является кратным A и B, то мы этот факт прописываем. ABC принадлежит G' G'. И это является наименьшим кратным. То есть для любого U A, B, U принадлежит G', следовательно C меньше либо равно U. Но вместо меньше либо равно мы пишем знак нестрогого подмножества. Вот правильное решение этой задачи. мне кажется я не увидел его ни у кого. Валентина пыталась решить здесь используя вот транзитивность умножения. Но здесь есть такой момент, что тут нули у нас получаются. То есть в случае если у нас нуль, то тоже это некорректно получается. На самом деле здесь прямолинейная просто так не получится ли здесь нуля может быть и получится сейчас я сейчас не могу говорить я перезвоню попозже так значит ж штрих это значит что сейчас про нуль надо посмотреть может быть и получится кстати говоря значит ж штрих это у нас общее кратное А почему ну потому что B на V равно это первый момент значит во-вторых ж штрих надо ограничить наверное ситуации действительно поскольку у нас C может быть нулем да совершенно правильное замечание E значит и C не равное нулю или здесь прописать омега на омега вычесть ну скажем так на омега на омега E E C не равно пустому множеству вот вот если так да действительно вот здесь вот надо уточнить с нулем обязательно вот тогда правильно но тогда получается и ваш подход тоже правильный да значит через транзитивность от этого но вот надо было добавить ограничения обязательно добавить ограничения поскольку нас интересует кратное которое является не нулевым естественно вот ну с нодом задачей решается аналогичным образом только по-другому вот этот будет терм определен вот 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 задачи типа этой задачи типа этой это очень похоже на вашу деятельность уже научную научно-исследовательскую или деятельность вашу практическую здесь на кафедре поскольку действительно все о чем математический аппарат концептуальных методов это о том как из имеющихся термов или из имеющихся множеств получить новое множество которые нас интересуют иногда надо хитро сообразить ну просто как-то со стороны на это все дело посмотри и тогда получится вот ну окей все эти задачи стоило разобрать потому что как бы с ними возникли трудности задачи на самом деле которые я хотел дать сегодня они разбирались на предыдущем занятии все или почти все это задачи про функции ну типа что образ суммы равен сумму образов вот это вот значит поэтому я дам ну в интернете просто сегодня же выложу прям сегодня же выложу вот и вы можете просто вспомнить как что делается у нас был перерыв два раза было пропуска через неделю с этого момента мы возвращаемся в обычный в обычный темп и у нас больше пропусков не будет и мы встречаемся каждую неделю я надеюсь ну конечно если не заболею надеюсь этого не будет вот и переходим к более такому хардкорной части нашего курса вот более трудной более насыщенной тематикой поэтому всем внимание и Продолжение следует...